Громче! Я предлагаю избрать председателем Куприкола Александра Ивановича и секретарем Неверова Елену Леонидовну. Прошу проголосовать за это предложение. Извините, я ошибся, не в росте. Председателя и секретаря прошу занять место в президиуме и продолжить работу. Уважаемые коллеги, вы знаете, у нас уже 24 декабря, в конце года прошлого, состоялось общее собрание. И мы рассматривали те вопросы, которые сегодня мы рассматриваем. Но, к сожалению, для многих сотрудников, как мы поняли, не хватило полученной информации. Многие остались в неведении. Ну и вообще, по моему мнению, увеличился даже поток дезинформации после этого собрания. Поэтому мы вынуждены были устроить, так сказать, по инициативе наших председателей правкомов, и сегодняшнее собрание. Но вначале я хотел бы о приятном сказать. Вот сегодня оказывается у нас день рождения директора Института биологии Южных морей, академика Валерия Николаевича Ивановича. АПЛОДИСМЕНТЫ Как знают, все знают, что в истоке теологии Южных морей вчера состоялось собрание. Мы подробно рассмотрели, нарушили длительное собрание. А, в субботу было. И информацию о собрании нам потом расскажет председатель правкомов, Борис Николаевич. А вот, видите, у нас тут заголовок нашего собрания. И я хотел бы... А, сейчас я еще... Рановато. Давайте мы сначала, как положено... Обычно, даже несмотря на то, что у нас очень интеллигентная и образованная публика, но когда так много народу, очень трудно идти к единому мнению, давайте мы регламент примем. Я предлагаю основной доклад. На основной доклад выделить 15 минут, 10 даже, 10 минут. На осудах 2 садоклада по 5 минут и принять 3 минуты. Согласны? Есть ли возражения? На вопросы 2 минуты. Считаем, что при... Да? Да. Плюс кризису. А вот о повестке дня. Повестка дня у нас в текущее правовое положение. И вот я хотел бы перейти ко второму слайду. Значит, примерно вокруг этих вопросов у нас и будет сегодняшнее собрание. Первое, что я хотел сказать... А, извините, я просто волнуюсь, и поэтому я еще забыл упомянуть. Перед этим собранием буквально у нас в Морском метафрическом институте состоялось совещание заведующих отделов и профургов всех отделов, на котором рассматривалось то же самое, то же самое поездка дня у нас в текущее правовое положение. И я хочу сказать, что на этом совещании ни один из заведующих отделов не поддержал, скажем, ту процедуру, которая привела бы к ликвидации наших институтов. Но об этом, я думаю, тоже кто-нибудь расскажет. Вот, значит, смотрите, какие вопросы. Первое. МГИ и НБЮМ, согласно законодательству Российской Федерации, остаются юридическими лицами до момента их реорганизации. В настоящий момент и до момента реорганизации, подчеркиваю. Второе. Единственный сегодняшний день документом, касающимся процедуры вхождения МГИ и НБЮМ в юридическое поле Российской Федерации, является так называемая дорожная карта от апреля прошлого года, поддержанная президентом Российской Федерации Путина. Третье. МГИ и НБЮМ как минимум до марта, то есть еще 4 месяца, находятся в правовом поле. Поэтому у нас еще есть время, ну, три, для решения всех вопросов по вхождению фонора. Ну и, наконец, четвертое. Наш вопрос связан с Институтом природно-технических систем, как вы знаете. Так вот, организация формирования в Севастополе филиала Сочинского института природно-технических систем не имеет никакого отношения ни к МГИ, ни к НБЮМ. Ну, просто в этом институте острая необходимость в кадрах высокополицейных, поэтому объектируют и приглашают сотрудников перейти на работу в дню. Ну, а теперь я перехожу к повестке дня и даю слово основному докладчику Сергею Владимировичу Станишину. Станишину. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, мои коллеги. Вот, 35 лет я уже работаю в этом институте. А микрофон? Да, я так слышно. Слышно, нет? Да. 35 лет я работаю в этом институте, и вот впервые мы столкнулись с такой ситуацией, когда действительно один из брендов мировой акинологической науки, так же как и брендом является, может быть, даже еще больший институт биологии Южных морей, вы видите надписи, которые 85 лет и больше встали акинографическим центром, находятся действительно под угрозой уничтожения. И эта угроза уничтожения, в первую очередь, как ни странно, исходит от такого же Академического института Российской Федерации. И сейчас я хочу немножечко подробнее рассказать о той ситуации, в которой мы находимся, и рассказать, как свое построено, по крайней мере, или наше видение, потому что все развитие, все развитие Московского биологического института и всех институтов науки, они четко прописаны в распоряжении Владимира Владимировича Путина. Оно называется «Указание президента» номер 702 от 3.04.2014 года. И здесь однозначно написано. «Закрепить все научные организации в региональной собственности с последующей передачей введения ФАНО России». «Поручить Российская Академия наук совместно с ФАНО Россией подготовить предложения о развитии научной деятельности в указанных организациях». «И третий, очень важный пункт для всех нас – ввести в отношении указанных организаций мораторий на принятие имущественных и кадровых решений на период до передачи введения ФАНО России и в течение года после этой передачи». То есть мы находимся под действием вот этого указания Владимира Владимировича Путина. И нарушать его никому не позволено. Но, к сожалению, появились попытки обойти вот это вот указание. И эти попытки исходят из Института природно-технических систем. Директор очень коммуникабельный, очень приятный человек приехал, и администрация наших институтов говорит, «Вы в новом правом поле, я вам помогу». Но как результат, помощь, к сожалению, заключалась или вытекла в совершенно неприемлемые для наших институтов решения. И первое. Я сейчас зачитаю очень интересный документ. Как обойти? Напрямую невозможно ничего сделать. Поэтому в ФАНО регистрируется 19 декабря приказ в соответствии с положением федерального агентства и так далее утвердить предлагаемые изменения в Устав. То есть в свой Устав вносятся изменения. А изменения очень хорошие и хитрые. Устав и ПТС. Пункт 15 изложить в следующей редакции. Институт в установленном порядке самостоятельно формирует свою структуру. В структуру института входят структурные подразделения. То есть не юридические лица. Морской гидрофизический институт. Институт биологии Южных Марии Ковалевской. То есть делаются два клона. То есть такие же подразделения, но уже не юридические лица, не организации института. А подразделения внутри института с такими же названиями. Интерпретируется частью людей так. Ну как же, фоно написало. Но к нашим организациям, так как мы не являемся на настоящий момент подвергнутыми организациями фоно, так как в рамках дорожной карты, к сожалению, городские власти не приняли в региональную собственность полностью и не утвердили Устав. Я думаю, немножко чуть попозже расскажут по этому поводу. Вот. И мы находимся вот в этом промежуточном состоянии, как мы, организации, грубо говоря, Национальной Академии Наук Украины. Вот. И поэтому следующий этап, который был предложен, это такой. Написать заявление в институт. И переводом, допустим, прошу принять меня в морской гидрофизический институт. Но это уже не организация. Это уже подразделение вот этого человека, который регистрирует институт здесь, в нашем здании. Я не знаю, кто отдавал его на Ленина 28. Вот. Но выглядит это вроде бы как реорганизация. Человек приходит из морской гидрофизического института. Вот. Морской гидрофизический институт РАМ уже пишется. Таким образом делается определенного рода, ну, грубо говоря, подставка. Вот. Но я хочу сказать всем, моим коллегам, как только вы написали это заявление, ну, правда, заявление еще не является приемом на работу. После этого вы должны подписать договор или контракт по российскому закону. Адрес. Вот. Но вы выходите из правового поля, которое защищает вас президент Путин. Вы лично сами, на своих личных отношениях говорите, это ваше желание. Таким же образом мог прийти любой директор мясозавода или что угодно и сказать, переходите ко мне, я вам больше больше. Все. Вы не становитесь сотрудником МДИ, становитесь сотрудником МДИ. Более того, те действия, которые предпринял, к сожалению, дирекция вот этого вот института, они, как оказались, не в интересах нашего института. Вы видите, что мы при такой схеме, мы полностью теряем юридические лица. Более того, мы пишем свои предложения о создании центра. Центр, федеральный центр, хорошая структура, и оно, скорее всего, будет создавать вот эти федеральные центры на базе полных институтов. Но тут сразу попытка создать вот этот вот центр. Но центр создается не на базе МДИ, не на базе института биологии Южных морей, а путем реструктуризации, я прочту, это уникальное. Создать федеральное государственное бюджетное научное учреждение, федеральный морской институт и центр Российской Федерации, путем преобразования федерального государственного бюджетного учреждения науки, институт природно-технических систем, с включением в состав Центра морского гидрофизического института, института биологии Южных морей и так далее. То есть, это просто недружественное поглощение, в рамках которого мы теряем полностью все свои бренды, все свои имена и все свои права. На следующий день этот директор института, после того, что это делается, он спокойно может взять следующую вещь. Вы мне не нужны, я могу вас уборить, мы не защищены ничего в этом случае. Более того, абсолютно смешно смотрится и нелепо поглощение вот этого самого поселения. Институт, в котором 23 человека, научных сотрудников, пытается поглотить тысячу с лишним человек, которые находятся здесь. Здесь только 350 человек со степенями. Более 50 докторов наук и, соответственно, 200 кандидатов наук. Полностью. Понятно, что заинтересованность собственности. После того, как человек собирает вот эти заявления, наверное, скорее всего, следующую вещь оттапливает. Приходит он с этими заявлениями по мной и говорит, смотрите, сколько мне людей пришло. Дайте мне, пожалуйста, бюджетное финансирование. И вместе с этим бюджетным финансированием я у города попрошу еще и имущество. Имущество много. Имущество у нас здесь, на Цивиле, не только которое принадлежит. То есть вот такая вот правовая ситуация. И здесь я хочу призвать всех. Если вы хотите быть свободными агентами и так далее, уйти из МГИ, уйти из Института Белого Ильича Марина. Это, пожалуйста, это ваше дело. Это ваше дело. Но поймите, это не реорганизация. Никаких директивных документов сверху не поступила реорганизация. Более того, вот это подписано, устав которой 19-го числа, а то же фану пишет правительство, что существуют определенные сложности. И предлагает, это письмо дописано 11-го, зарегистрировано 16-го числа. Фану России предлагает рассмотреть вопрос о создании федеральных, государственных, бюджетных учреждений науки. На базе имущественных комплексов с использованием кадрового потенциала научных организаций Крымского округа, перечень и так далее. И в перечне здесь идет морской гидрофизический институт, институт для выж deux проблемы. То есть на самом деле, ПАНО хочет создать действительно федеральное бюджетное учреждение на нашей основе и движется в этом направлении. Но у нас проблемы, у нас существует человек, который интерпретируется решением по-другому все это дело и хочет сделать с наших институтов структурные подразделения свои. Вот это вот общая ситуация. Я сейчас несколько слов передам замначальнику правового отдела. У вас есть все? У вас уже 15 минут вышли. Сергей Владимирович, все у вас? Да, я хочу сказать, вот эта вот ситуация, и еще раз я хочу, все у вас. Не подписывайте эти заявления. Эти заявления это гвоздь, крышку гроба наших институтов. Спасибо. Есть ли вопросы к Сергею Владимировичу? Вопрос есть к Сергею Владимировичу? Пожалуйста. А вот на прошлом собрании, там были, мы видели специальную группу, составляли письмо, и кто-то куда-то, там что-то специально, чего-то просили. Да, действительно, то есть когда вы поняли, что кроме нас никто не будет заботиться о наших институтах, мы предприняли достаточно большие меры к тому, чтобы действительно каким-то образом сохранить. Сразу же после первого собрания было написано письмо президенту Российской Федерации с характеристикой этой ситуации, с копиями правительства, фоно, президентом Академии МАУ, ЦК профсоюзов и так далее. После этого было написано письмо отдельное Дмитрию Анатольевичу Медведеву, чтобы он не принимал вот это вот решение, так как оно не согласовано с нами. То, что пишет, то, что пишет вот директор института Амирхана, и наши предложения, они существенно разнятся. То есть он пишет свое, мы пишем, это не согласовано. По существу. Следующее письмо, следующее письмо написано губернатору города, письмо написано Чалом, вот здесь же, вот, но пока ответов у нас не получили, и получил ответ только один из правительства России, который написал, мы отправили это письмо, мы для рассмотрения подведственную организацию, фоно, мы ждем каких-то централизованных решений и, может быть, обращаемся даже к вам, как к закону, не передавайте нашу собственность никому чужим. Мы все-таки здесь. Спасибо, Сергей Владимирович. Кто еще вопрос? Вот вопрос есть. Извините, вы только представляете, если это... Арсенов, депутат законодательного собрания, скажите, пожалуйста, в случае, если не будет принято предложение этого института, каким образом будет финансироваться Гидрофиз и, соответственно, Институт биологии Южных Луи? Этот вопрос как-то решен? Этот вопрос не решен. То есть, если вы отказываетесь, вы отказываетесь от финансирования? Нет, 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 там тоже финансирование предлагается какими-то такими словами. На самом деле, на самом деле, законодательно нас должен финансировать в Город. Так как... Я могу сказать, почему. Это не заглушение. Это не заглушение, так как... Решением тогда еще Горсовета вся собственность и имущество, вся собственность и имущество города, в том числе нашей организации, переданы, переданы, собственность городу. Других, других распоряжений ничего не было. Если интересно, может быть... Да, ну, подождите, на этот вопрос ответить. Ну, ты, вы сейчас, вы отвечаете. Я сейчас говорю, это не заглушение. То есть, если правовой статус мы будем рассматривать, мы являемся на настоящий момент времени, сразу же, 19-го числа, да, март принято решение, 17-го марта принято решение, в рамках которого мы сразу же стали городской собственностью. Я добавлю, может быть... Да, действительно, в бюджете не предусмотрено на сегодняшний день. В бюджете города не предусмотрено на сегодняшний день. Но это ошибка. Это ошибка, это пропущено. Это ошибка, это надо исправлять. Еще вопросы, пожалуйста. Нет больше вопросов. Спасибо, Сергей Владимирович. Я хочу сказать, что Борисовича Непроваловича Беряева, он информирует нас о собрании совместного ученого совета и организации института биологии и хворей. Уважаемые товарищи, ну тут уже историю немножко рассказали. Вот то письмо, которое было подано за подписью председателя директора института биологии Южных морей, директора гидрофизического института и представителей профсоюзных организаций. Значит, первый адрес Путину, второй Медведеву, Хатюкову, Хортову и Калинушкину. Ну, письмо, которое поступило в адрес президента, оно было переправлено в ОНО. И фактически никаких ответов мы не получили. У нас состоялась совместная беседа представителей профсоюзных организаций и директора Иванова, после чего и было составлено это письмо. Кроме того, значит, 5 января мы совместным решением профсоюзных организаций и инициативной группы института биологии Южных морей как раз решили собрать вот такое собрание, которое проводим сегодня. Было решено, что гидрофизический институт проводит свое совещание сегодня в 11 часов с дирекцией, с представителями отделов, руководителями отделов и проходов. И мы свое собрание провели 10 января. Ученый совет совместно с профсоюзной организацией и представителями отделов. Всего присутствовало 80 человек. И я решение, которое мы приняли 10 января, вам сейчас зачитаю. Оно следует той дорожной карте, которую обозначил президент Путин. Это на первых порах должно быть создана федеральное научное учреждение в городе Севастополе, которое попадает затем в ведение РАНФАНО. И затем, может быть, созданы другие организации. Но поскольку это было собрание Института биологии Южных морей, у нас фигурирует только аббревиатура Инду. Первое. Считать целесообразным создание федерального государственного бюджетного учреждения науки на базе имущественного комплекса и с использованием кадрового потенциала Индюм с последующим включением его в перечень организаций подведомственных фоно. Рекомендовая сотрудникам Инду воздержаться от подачи заявлений о приеме на работу в Институт природно-технических систем РАНФАНО до получения разъяснительных по существу вопросов от представителей ФОНО и профсоюза РАН. Ходатайство перед правительством РФ РАН и ФОНО о создании Федерального морского научного исследовательского центра на базе Индюм Федерального государственного бюджетного науки Индюм с сохранением юридического лица. Ходатайство перед правительством РФ о продлении на время переходного периода для регистрации юридического лица на территории Крыма и Севастополя. Финансирование Индюм через управление образованием науки города Севастополя вплоть до создания на базе указанного института Федерального государственного бюджетного учреждения. Ну и довести это решение до общего собрания трудового коллектива Индюм. Ну и, соответственно, вот мы доводим это решение до коллектива МГИС. Есть, можно еще запрозить такой вопрос, может быть... У вас еще полный... Ладно, я... Кроме того, что есть документы вот те на руках, а других документов нет, поэтому я не буду дальше говорить. Может быть, спасибо. Может, вопросы есть, Александр Батякович? Есть? Нет вопросов. Спасибо, Борис Николаевич. Тогда я предоставлю слово юристу МГИ, Артему Александровичу, Георгия Кокуксу. Как выяснилось у нас на совещании, по-моему, он наиболее информированный и объективный человек подвесел. Антону, Антону Александровичу, извините, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я заместитель директора МГИ по правовым вопросам. Со многими из вас уже знаком, с многими еще не приходилось вместе решать какие-то вопросы. Действительно, на сегодня сложилась крайне неприятная ситуация с организационно-правовой и финансовой точки зрения с обоими институтами. Я бы хотел особо подчеркнуть, что и имбюм, и гидрофизм находятся в одной лодке, и ситуация проблемная абсолютно идентичная. И решить ее, возможно, лишь путем совместных действий. Если трудовой коллектив одного из институтов не станет поддерживать трудовой коллектив другого института, я глубоко сомневаюсь, что вообще найдутся какие бы то ни было влиятельные фигуры властных коридорах, которые захотят решать эту проблему. Вкратце постараюсь вам обрисовать ту ситуацию, которая имеет место быть. Действительно, как уже было вам озвучено, имеет место быть апрельское поручение президента Российской Федерации 702 ПР, которое, как мы думали, будет реализовано строго в соответствии с теми принципами, которые там изложены. А принципы следующие. Первое. Это закрепление в региональной собственности тех имущественных комплексов, которые существуют у научных учреждений Крыма и Севастополя, и создание соответствующих региональных бюджетных учреждений. Второй принцип – это последующая, незамедлительная их передача, по сути, до 1 января 2015 года. Хотя этот срок, как вы понимаете, уже пройдет. Передача введения в ФОНО России. При этом, в течение года, после передачи в ФОНО, и до самой передачи, в поручении президента озвучены два наиглавнейших организационных принципа этой реорганизации. Первое – это кадровый мораторий. Мораторий на принятие кадровых решений в течение года, потом, в том числе, после принятия ФОНО, с той целью, чтобы сохранить трудовые коллективы. 50 докторов наук, 250 кандидатов наук – это огромное приобретение Российской Федерации в качестве научного потенциала, как на инфраструктуру. И, кроме того, мораторий на какие бы то ни было решения с имущественным комплексом института. Мы в дирекции МГИ, и, как я понимаю, дирекция МБИУМа, считали, что это поручение президента будет выполнено именно в этом плане. Затем, как вы знаете, примерно в середине декабря появился второй официальный вариант, как эта проблема может быть решена. Вам всем было предложено написать заявление в Институт природно-технических проблем с целью принятия вас на работу туда в качестве работников структурных подразделений МГИ и МБИУМа, которые созданы в составе этого института. Я бы хотел особо подчеркнуть, никакой юридической связи между этими структурными подразделениями и нынешним МБИУМом МГИ не существует и быть не может. Юридическая связь появляется только в случае правоприемства. В тех проектах постановления правительства, которые я видел, к сожалению, ничего о правоприемстве нету, поэтому мы вам можем смело говорить о том, что 143-летняя история МГИУМа и 85-летняя история гидрофиза в данном случае не рассматривается как какой-то значимый фактор. рассматривается как считается некая социально-экономическая и научно-техническая и организационная целесообразность. Но хотелось бы сказать, что, конечно, институт природно-технических проблем не имеет каких-то серьезных научных направлений, которые так сильно связаны с МБИУМом и МГИ, как это нам представляется. Но я думаю, что вы с руководителями ваших подразделений это и так уже обсудили. Но хотелось бы коснуться ряда моментов, которые вас прежде всего волнуют. Во-первых, что предпринимала дирекция, в частности, гидрофиза? Потому что я понимаю, что у вас возникло впечатление, что мы заняли некую пассивную позицию и ничего не делали. Но хотелось бы вам сказать, что со второй половины октября мы старались убедить Главное управление образования и науки в необходимости выполнения поручения президента. В конце концов, мы в декабре согласовали с ними проект уставы и проект постановления правительства города о создании морского гидрофизического института города Севастополя в качестве государства бюджетного учреждения города Севастополя, так как это предусмотрено поручением президента. Хотелось бы вам сказать, что в настоящее время этот документ находится на согласовании в департаменте правовых, имущественных и земельных вопросов правительства города, но в частности в правовом управлении этого департамента. К сожалению, пока дело не сдвинулось, хотя я уже слышал неоднократно от многих сторонников четвертого пункта, тех, кто призывают вас написать заявление в институт ИПТС, что невозможно из-за каких-то санкционных сложностей создание такого государственного бюджетного учреждения это незаконно. Это нонсенс. Это заявление не имеет никакого правового основания под собой. И в качестве примера я вам могу привести к Цивере. Экстрементальное отделение бывшей гидрофизы, да? Успешно прошло преобразование решением правительства Республики Крым еще в прошлом году. У них не возникло вообще никаких проблем с этим. Сейчас они просто ждут последующей передачи фаном. И сейчас возникает такая ситуация, что нам, конечно, не до конца понятно, что является причиной задержки. Разве что не как раз-таки тот план, который вам предлагают реализовать, подав соответствующее заявление ВПТС. Действительно, я полностью согласен с уважаемыми депутатами Законодательного собрания Севастополя. Бюджетных лимитов и ассигнований на финансирование МГИ и МЮМа в этом году законами о бюджете Севастополя не предусмотрено. Это действительно так. И я не считаю, что это какая-то ошибка, кстати говоря, депутатов ЗАГСа. Мы должны с вами просто понимать простую вещь. ФАНО, по сути, обещало правительству города, что до 1 января нас передадут введение ФАНО. Соответственно, соответствующие лимиты ассигнования в бюджеты не закладываются. Что касается вопроса уважаемых депутатов Законодательского собрания по поводу того, как мы предполагаем, что нас будут сфинансировать. Но на самом деле схемы существуют. Я понимаю, что, наверное, в бюджете города резервов сейчас нет. Я это понимаю, что сложности существуют. Вместе с тем, я уверен, что если правительство города и Законодательное собрание города обратятся как в Минфин России, так и в правительство России с просьбой выделить какую-то сумму, какие-то ассигнования и средства, будь то в качестве дотации или субсидий для города Севастополя на финансирование имбюма и МГИ на текущие нужды, которые покрывают хотя бы какой-то минимум, который нам с вами необходим. Я уверен, что из резервного фонда правительства Российской Федерации такие средства могут выделить при определенных условиях. Какие это могут быть условия? Мне кажется, это только единогласное, единодушное решение трудовых коллективов обоих институтов обратиться как к председателю правительства, что было уже сделано, но теперь надо обращаться дальше и в общероссийский народный фронт, и в общественную палату России с просьбой, во-первых, ускорить процедуру регистрации в правительстве города, во-вторых, с просьбой выделить нам эти средства из резервного фонда правительства Российской Федерации. В-третьих, это, конечно же, сохранить тот имущественный комплекс и тот статус юридических лиц, который сейчас существует у наших институтов, хотя бы вот на этот период моратория, после передачи фонок. Потом, наверное, это целесообразно на базе импиума и гидрофиза создать единый научный центр. Но я бы хотел подчеркнуть, что на базе импиума и гидрофиза тех институтов, которые исторически с друг с другом связаны, а все-таки не на базе института, которые имеют штатный, в том числе, персонал, в десятки разы меньше, чем импиума и гидрофиза. Даже отдельно взятые. Я уже не говорю о том, что в десятки разы история разная у этих учреждений. И мне кажется, что просто так взять и отказаться от этой истории, это не совсем правильно. К сожалению, не могу вам не подтвердить непровердность ту информацию, которая сейчас пуссируется в качестве слухов, что через три месяца после принятия вас на работу в соответствующий новый институт будет проведена аттестация и более половины работников будет признана в качестве балласта, от которого следует избавиться. Такие слухи вы слышали. Я не могу вам не подтвердить не опровергнуть эту информацию, но, к сожалению, отдельные моменты, вот они негативно прослеживаются. Поэтому в этой ситуации все зависит по сути уже от вас. Дирекция готова за вас бороться, мы готовы и дальше оббивать все пороги, драться, как это необходимо за вас, бороться, но необходима уже ваша поддержка. И хотелось бы, конечно, подчеркнуть, с юридической точки зрения действительно заявление о приеме на работу не является правовым основанием для того, чтобы вас взяли на работу. Если вы хотите уйти на постоянную работу в ИПТС, вам необходимо уволиться либо в ИПИМе, либо в гидрофизе, забрать свою трудовую книжку. И только после этого новый работодатель будет рассматривать вопрос о том, чтобы вас принять на работу. и, конечно же, вам будет очень тяжело, потому что ваше правовое положение будет незавидно. Никаких гарантий юридических и правовых дать вам эту работу не существует на сегодня. Все это, то, что вы слышали о каких-то гарантиях, это слова правовых гарантий. Поэтому, уважаемые коллеги, на все ваши вопросы готовы ответить, вот ситуация берем. Спасибо, что дали. Спасибо, что дали. Спасибо, что дали. Можно, можно? Да, пожалуйста. Известно ли вам сегодняшний момент, кто представляет дирекцию в ГИДР, но вы, надеемся, и в ГИДРОКИЗе, кто является? И, если этот состав дирекции изменился, то какие юридические права мучают изменение состава? Это первое. Второе. Форма собственности ИПДС, она действительно была переведена в 13 ноября, согласно данным налоговой инфекции, 2014 года. И полагательное, я не владею информацию, я не юрид. Полагательное, что у этого изменения, вот, что это института, а, возможно, две формы собственности, а по законодательству Российской Федерации передача государственной собственности, которая является имущественной комплексом наших институтов, это противоречит законодательству Российской Федерации. То есть, можно ли выяснить имущественная составляющая, что именно является ли полностью ИПТС государственной структурой? Касательно первого вашего вопроса. В настоящее время собственником имущественного комплекса в соответствии с решением сначала горсовета Севастополя, впоследствии аналогичных решений законодательного собрания Севастополя, собственником имущественного комплекса имбюма и гидрофизы является город Севастополь в лице правительства города. Только они имеют право принимать решения о передаче этих имущественных комплексов в частности этому самому ИПТС. Это первое. Соответственно, и кадровые решения в отношении директоров руководителей учреждения принимает сейчас соответствующий орган правительства города. Но сейчас временно и имбюм и гидрофиз закрепили за главным управлением образования и науки. По моим данным, никаких исполнительно-распорядительных актов об увольнении директоров на сегодня не существует. И по-прежнему наши директора являются единоличными исполнительными органами. Что касается дирекции. Дирекции формируются приказами директоров. Опять же, по моим данным, сейчас дирекция действует в том же составе, как и раньше. Теперь, что касается второго вашего вопроса по поводу самого ИПТС и его оргправоформы. То учреждение, которое вам предлагается перейти, как я понимаю, которое уже зарегистрировано официально по Ленина 28 в городе Севастополе, насколько мне известно, обладает правовым статусом федерального государственного бюджетного учреждения. Сейчас руководитель этой структуры пытается добиться передачи имущественных комплексов обоих институтов наших институтов непосредственно в его институт. Когда это произойдет, мое личное мнение, повернуть вспять это будет уже невозможно. Но это будет возможно не только на основании это, естественно, будет распоряжение губернатора Севастополя, но оно будет исключительно, как мне кажется, в правовом поле основано на постановлении правительства Российской Федерации или скорее распоряжение правительства Российской Федерации о создании вот этой конгломерации федерального центра. Поэтому до этих пор у трудовых коллективов есть еще возможность как-то повлиять на ситуацию. Извините, можно добавить к этому вопросу? А федеральное собрание может как-то повлиять на решение губернатора по поводу передачи имущества? Как мне кажется, как федеральное собрание, так и законодательное собрание? Оба представительных органа, если вы, трудовой коллектив, сможете убедить ЗАГС, я вам поясню, ситуация очень простая, я общался с чиновниками как с центрального аппарата в Москве, ФАНО, так и с представителями здесь, органов эксплуатационной власти, они все убеждены, что ряд деятелей, которые сейчас на сцене находятся, баламутят вас, вводят вас целенаправленно в заблуждение, а вы, откуда там появилась такая информация у некоторых чиновников, я не знаю, но мы не убеждены в этой правоте, им надо пояснить эту ситуацию, именно поэтому нам нужна ваша поддержка, ваше коллективное обращение, законодательное собрание, безусловно, как уважаемый авторитетный законодательный председательный орган города Севастополя, может своим обращением на основании нашей петиции, может своим обращением повлиять на ситуацию, обратившись как к губернатору, так Минфин, правительство Российской Федерации, я уверен, что к ним прислушаются, но захотят ли депутаты ЗАГСа нас? Еще есть вопрос? Пожалуйста. Вы упомянули, что руководство геомертического института были приняты по реорганизации минувшего института федерально-государственное бюджетное учреждение науки в соответствии законодательного. Оно еще не решено, не получило, по вашим словам, окончательно, но они были сделаны. Первый шаг. Имеется ли у вас какие-то данные, потому что, мы, к сожалению, в институте такой информации в принципе не располагались. Были подобные, что не сделаны со стороны руководства института биологии? И если не сделаны, какое оттуда может дать? Намеренно или просто говорим на случай? Значит, по моей информации, мы в гидрофизии ненасильно, ненадолго опередили инбиум в наших мытарствах по кабинетам власти сейчас, органам исполнительной власти. Дело в том, что мы чуть раньше начали процедуру, немного раньше, успели пройти две или три стадии раньше, чем инбиум. Но я вам хочу сказать, что мы уже идем по третьему или четвертому кругу. Нас неоднократно заворачивали, вносили поправки в устав, в проект устава. Кроме того, менялись непосредственно лица, визирующие эти проекты. Они менялись, и нам приходилось заново проходить эту всю процедуру. Это очень сильно затянуло процесс. Насколько мне известно, сейчас документ инбиума также находится примерно на той же стадии, что и у нас на согласовании. Конкретно в каком подразделении, я, к сожалению, не знаю. Наш документ вот сегодня находится в правом управлении, я это знаю. Вот поэтому вы просто, я вас прошу учесть еще один нюанс. Дело в том, что очень долгое время как кураторы ФАНО, так и представители те власти, в том, с которым мы беседовали, просили нас не торопить, не наделайте ошибок. Давайте мы поэтапно, постепенно будем шаг за шагом решать эти проблемы. Ждите наших указаний. В конце концов, мы не выдержали. Юридическая служба как инбиума, так и гидрофиза смогла убедить директоров, что надо идти вперед, регистрировать суставы, то, что предусмотрено поручение президента в качестве региональных государственных бюджетных учреждений. И мы начали эту стадию. К сожалению, но это на долгие уже два месяца. Мы стараемся ускорить. Ваше обращение, в том числе на имя губернатора, ускорить эту процедуру, уверен, также возымеет какое-то действие. Спасибо. Есть еще вопросы? Вот. У меня вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Сорвать, подскажите. Что касается общественно-массовых мероприятий, таких как митинги, протесты и тому подобное. В настоящее время, насколько я знаю, в дирекции гидрофиза такой метод не рассматривается. Мы хотим полностью действовать исключительно в правовом поле. Мы бы хотели обратить ваше внимание, что те у нас методы, которые сейчас есть, такие как коллективное обращение, они еще не исчерпаны. По моим данным, сейчас документы о передаче имущественных комплексов находятся в департаменте межбюджетных отношений Минфин России и вряд ли очень быстро пройдут там согласования. У нас время еще есть, как мне кажется. Поэтому, я считаю, что нам необходимо дождаться официальных ответов органов власти, куда мы обратились, и обратиться в органы общественного контроля, такие как Общественная палата России и Общественный народный фронт. Я уверен, что нам не потребуется выходить на площадь Нахимова и тем более согласовывать подобные мероприятия. Но если это потребуется, я думаю, что вы же понимаете, что никаких несанкционированных митингов быть не должно. Я лично глубоко убежден, и я это видел неоднократно и в Москве, и в Петербурге, незаконные подобные мероприятия идут только всему процессу во вред. Мы тогда рискуем стать чем-то, что будут сравнивать, простите меня, с Майданом. Спасибо. Но зачем нам это надо? Я могу только дополнить, что профсоюзная организация, конечно же, не отказывается от таких мер, но только я полностью согласен с Антоном Александровичем, только в законодательном поле России. Более того, я могу вам сказать, что в письме к губернатору такая фраза как раз и есть. Следует отметить, что промедление осуществления этих мероприятий, что имеется в виду при организации, грозит также невыплатой заработной платы сотрудникам МД и МБУ. Трудовые коллективы готовы отстаивать свои права всеми законными методами. Есть еще вопросы кончердов и кончердов и Случится так, что собственность НДУМа и МГИ губернаторским распоряжением передадут собственность вот этого ИПТС, и тогда проблема решится сама собой. Проблема какая? Ну какая, ну это просто, у тебя же это форс уже спередали ИПТС, а ты не сможешь учить? Если мы ничего не будем делать, то вполне вряд ли... Нет, а если оно такое случится, что тогда? Если оно, конечно, произойдет, это произойдет не завтра, но пойдет только в юго, на следующем, я считаю, что с этого момента, конечно же, рассчитывать на какой-то студент, в том, чтобы отстоять им, и в нем вряд ли получится. Я бы вам просто хотел сказать, вот Юрий Федорович, наш главный инженер, задавал на собрание руководителей очень важный вопрос. Что мне сказать людям, когда они могут рассчитывать на какую-то нибудь зарплату, если мы вас поддержим? Я могу вам сказать, свою личную позицию, она не согласована ни с директором, ни с дирекцией. Как я вижу, оптимистичный вариант. Если ваше обращение возымеет действие, и губернатор, к примеру, в конце этой недели подпишет постановление правительства города о нашей реорганизации имбюма, какие возможности и административный ресурс у них есть, как вы понимаете, решить этот вопрос, жестко, что называется, и аргументировать. Еще примерно две недели юридическим службам обеих институтов потребуется на прохождение перерегистрации в регистрирующем органе налогов. Примерно еще недели или две это открытие лицевых счетов в федеральном казначействе и открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях. После этого, имея уже эти официальные российские реквизиты, мы можем двигаться дальше. Конкретно у Гидрофиза есть контрагенты, которые еще с нами не расплатились, и тем не могут с нами расплатиться, потому что у нас расчет на счетов, или цены счетов не существуют. Далее у нас появится возможность выбивать различные контракты выпрашивать. По линии вне бюджета у различных квази-государственных структур, будь то «Газпром» не шеет заинтересованно выделить мир, еще есть ряд структур, которые в апреле с Гидрофизом хотят подписывать документы. В этом случае, я думаю, что во второй плане марта мы реально можем рассчитывать на некое небюджетное финансирование, которое позволит выплатить ту задолженность, которая к этому моменту, скорее всего, сформируется в пазарной в Базии. Но я вам говорю честно, это оптимистичный вариант. Я других вариантов пока не вижу, если только ваше обращение не возымеет действие на, скажем так, представителей высшего эшелона. И уже сейчас будет принято волевое решение в срочном порядке выделения, так как это было до 1 января, выделение субсидий дотаций правительству города Севастополя для последующего направления через эти структуры на соответствующего ограниченного финансирования. Такое теоретически возможно. Я слышал про то, что многие говорят, все, после 1 января 2015 года МГИН-юм не юрлица. Ничего подобного. Есть федеральный кредитационный закон 6 ПКЗ о принятии в состав Российской Федерации республики Крым и города с особым статусом Севастополя. И там четко в статье 10 прописано. Все государственные бюджетные учреждения Украины, которые находились на территории Крыма и Севастополя при принятии в состав Российской Федерации, сохраняют свою организационно-правовую форму и действуют в ее рамках до тех пор, пока они не пройдут перерегистрацию, пока их статус не будет разрешен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Никаких сроков, так как для коммерческих организаций в статье 10 ПКЗ не установлено. Но, конечно же, это не значит, что мы можем, простите, меня отбивать потолок и ничего не делать. Надо как можно скорее проходить перерегистрацию, завершать ее и действовать уже в качестве российского юридического лица. Спасибо. Я хотел бы добавить по поводу заработной кладки. Наверное, многие читали последний номер «Слава Севастополя». Там целый подвал посвящен интервью с главным прокурором Севастополя. Так вот, там первый вопрос был о наказании лиц, виновных в невыплате заработной платы. Там перечислены организации, где не выплачивалась заработная плата. Сразу прокуратура взялась и наказала руководителей тех. Я не думаю, что те, кто не плачет зарплату, я не думаю, что правительство города Севастополя облачет пятидесят. Попробуйте, пожалуйста, пожалуйста, на каком основании и претензи занял помещение по улице Ленинградского? Да. Насколько мне сейчас известно, я, признаться, об этом ушел только перед новогодними праздниками, конкретно сейчас они занимают помещения, которые находятся в пользовании СКТБ. Насколько мне известно, передачи этого имущественного комплекса официально не происходило. Но за СКТБ я отвечать не могу, это первый момент. Второй момент. Российское законодательство о государственной регистрации юридических лиц не предусматривает представления в случае прохождения регистрационных процедур, как это сделал этот институт, и указаний адреса юридического, какого-то официального подтверждения договора ренды или что-нибудь подобное. Поэтому они имели полное право указать этот адрес, но уже в дальнейшем мы, как организация, которая имеет на балансе эти площади, можем действовать и признавать эти действия незаконными. Но у меня информация о том, какое правовое указание, договор аренды, независимое пользование, или договор простого товарищества, может быть, СКТБ заключила, я не знаю. И являются ли эти помещения СКТБ, я вам пока тоже поставить не могу, у меня пока информация предварительная, мы будем разбираться, спроси, как они там оказались. Все, нет больше вопросов? Еще есть вопросы? Сколько вопросов еще? Поднимите руки, пожалуйста. Да, ну, пожалуйста. Я поняла так, что оставаясь юридическими лицами в правовом поле России, мы, тем не менее, не имея правовых оснований, отстаживаем свою должность, а должны просто просить губернатора о том, чтобы он делал или не делал что-то с нашего личности. Я правильно? То есть мы не можем ни в суде, ни обращаться, ни на не имеем часа. Вы совершенно правы, что это имущество города Севастополя, которое берет в нас, в оперативное управление, а собственник это Севастополь город, который в лице правительства города может решить, хоть козероги, спросите меня, подстроить, если мы здесь откроем самую игровую зону. Но я глубоко сомневаюсь, что это в интересах города. Опять же, я вам подчеркиваю, почему я вам рассказал про то, что мне стало известно, что в некоторых властных кабинетах ситуация рассматривается так, что будто бы вы все уже написали заявление и согласны. Если исходить из этой информации, исходить из точки зрения, мы тут тоже должны просто банально вещь понять. Социального взрыва никто не хочет. Никто не хочет, чтобы вы в том числе на площадь Нахимова вышли и отстаивали свои права. Но им так проще вот эта схема. Она самая простая, может она не самая правильная. С исторической, социально-экономической, еще с еще какой-то точки зрения. Но это очень простое решение проблем. А, всех передали, там выделили каким-то образом финансирования. У меня, кстати говоря, информации по финансированию этого института официально нет. Я искал в приложениях к федеральному бюджету, я искал в документах Минфина в открытых, где там эти 750 миллионов рублей выделены на Эмбиом, на Гидрофиз, на Коцелеве, еще где-то. Я не нашел. Может быть закрытая статья в федеральном бюджете, пока, конечно, нигде не найти. Учитывая, что они там где-то в оборонке работают в том числе. Но по моей планете я не знаю, где я. Значит, я имею в виду. Еще вот последний вопрос, да, пожалуйста. Спасибо. У вас разрушала такая рука, что коллективы должны отстаивать свои права. Какие вы видите действия именно в правоу, которые работают в вас? Что касается, должны, должны профсоюзы ваши права отстаивать. Вы как работники только должны исполнять, что зовут, дисциплину и распорядок, не более того, что вы никому не должны, по большому счету. Здесь просто уже сложилась так ситуация, что в дирекции и руководители профсоюзов просят вас помощь, если вы в этом заинтересованы. Мы просто хотим понять, в том числе, вы согласны поддерживать эту линию? Не боитесь. Да потому что есть информация, что уже не просто десятки люди написали заявления туда, а речь якобы о сотнях. Может, это тоже есть информация? Это просто и от принципа разделяет действия. Да, конечно, конечно, да. Как студия к тебе обращается. Разделяем ласку и совершенно верно. Поэтому, какие действия? Вот обращение в инстанции, в первых делах, в те, которые мы вызывали, вы готовы, согласны ли вы рискнуть вместе с вами под руку. Спасибо большое. Спасибо большое за внимание. Кто-нибудь хочет выступить? Напоминаю. Пожалуйста. Три минуты напоминаю. Да. Всегда. Антон Александрович. Дорогие коллеги, Антон Александрович довольно подробно обрисовал ситуацию. И, видимо, тут нет необходимости еще подробно, как-то более подробно обсуждать ее. У меня просто предложение. Это не мое личное предложение от нашего отдела, отдела взаимодействия с атмосферой Отеана. Поскольку сейчас кризисная ситуация, действительно времени у нас в обрет. И администрация обращается к нам с просьбой помочь в решении этого общего для нас вопроса. Значит, у меня предложение. Вот создать, избрать от наших двух институтов коллектив некий, ну, кризисный, что ли, комитет, который вот в этой ситуации мог бы продвигать более активно вот решение этих вопросов. Времени у нас мало, но достаточно. До 1 марта мы еще это можем сделать. А если удастся быстрее, это еще лучше. Это первый вопрос. Вот на сегодняшнем собрании нам, наверное, не удастся, потому что мы не готовы. Ну, собственно, есть возможность по нашему институту предложить кандидатуры. Они, в общем-то, на слуху. Если НГИУМ готов, то, в принципе, могли бы вот сегодня наделить полномочия этот комитет, полномочия нашего коллектива вести от нас вот все эти решения вопросов и с администрацией города, и с более высокими, с правительством России, ну, и, так сказать, до президента. Это один из тех путей, который может помочь нам, ну, так сказать, продвинуть решение вопроса и сохранить наши институты, как, в общем, действующие академические учреждения. Ну, и дальше, ну, здесь я уже не буду углубляться в это, значит, было сказано, что действительно собственность этого города мы являемся, в том числе и как учредитель наших коллективов город взял на себя эти обязанности, и как собственник и учредитель наших учреждений, он обязан финансировать нас. В бюджете это предусмотрено, обязан, потому что переходной период для нас не кончился, до 1 марта здесь уже прозвучала эта дата. Если этих денег нет по каким-то причинам, здесь уже предложена схема, как мы можем решить этот вопрос, обращаясь от нашего коллектива вот через наших представителей, через этот кризисный штаб или кризисный комитет, который мы изберем. Спасибо. Вот у меня... Вот, да, это вот. Если кто не знает, выступал Анатолий Александрович Сизов, старейший сотрудник поскольку института на работе с первым для отставания ДНК. Кто еще хотел бы выставить? Пожалуйста. Представь, представьтесь. Добрый день, уважаемые севастопольцы, уважаемые представители двух самых заслуженных научных коллективов в городе Севастополь. Я хочу сказать, что, безусловно, законодательное собрание города Севастополь очень неравнодушно относится к тому, что происходит, в том числе и с вашими коллективами, поскольку мы осознаем, что вы действительно являетесь научной элитой города, научной элитой Крыма и научной элитой Российской Федерации. Я хочу сказать, что действительно, то, что здесь говорилось, Кулагин Александр Андреевич, заместитель председателя законодательного собрания города Севастополь. Я хочу сказать, что, безусловно, то, что было сказано, вот эта история нашего преобразования, нашего перехода из Украины в Российскую Федерацию, она действительно попала в такой сложный переходный период, связанный с тем, что постоянно у кого-то отсутствует какая-либо информация. Сейчас мы вот здесь сидим, мы уже давным-давно пытаемся анализировать все проблемы, и очень много информации не знаем. Сегодня вот кто-то из нас первый раз увидел поручение президента, хотя мы о нем узнали. Кто-то узнал, что по нотам что-то за спинами у всех чего-то делает. Я хочу сказать, что, безусловно, проблема огромная была в том, что два таких заслуженных коллектива были переданы в управление совершенно неэффективному органу управления, который не мог ни управлять, ни вовремя начислять заработную плату, видимо издержки переходного периода. Я хочу сказать, выразить общую позицию, что законодательное собрание города Севастополя будет активно принимать участие, вот мы сегодня пришли здесь с группой депутатов, во всех процессах, которые будут происходить и, видимо, поддерживать трудовые коллективы, дабы вся ситуация, которая сложилась, разрешилась наиболее оптимальным образом для всех, и для государства, и для самогранного государства. 17 марта 2014 года, действительно, городской совет Севастополя принял постановление о статусе города-героя Севастополя, в котором, как вы знаете, было национализировано все имущество бывших государственных украинских предприятий и учреждений-организаций. имущество наших двух заслуженных научных организаций попало в руки неэффективному собственнику, который не знал, что с этим имуществом дело. Долгое время не было понимания, куда, чего идти. Переходный период действительно затянулся. Действительно, на сегодняшний момент, до 1 января уже все должно было быть решено. где вы, кто вы, кто вас финансирует, что если бы президент дал поручение, вот никаких кадровых решений, извините, это святое. На сегодняшний день происходят... Дамы и коллеги, я не ради, правда, не ради аплодисментов, а ради того, чтобы это действительно решать, потому что среди вас очень много наших родных людей, близких людей. И мы тоже стараемся решить так, чтобы это все было решено для Севастополя. Так вот, что я хочу сказать, что, безусловно, вот сейчас мы переходим к сегодняшнему моменту. Да, собственность город. Да, город не умеет распоряжаться нормально этой собственностью. Почему не умеет? Да потому что никогда город не распоряжался огромными научными учреждениями. Простите, начальник управления образования города Севастополя может управлять, сколько у вас? Почти полтысячи, извините. Полторы. Нет, я только говорю про остепенённых граждан. Триста. Пятьсот, да? Триста. Триста, да. Это в одном. Вы же сами понимаете, что это какая-то проблема, которая не разрешена. Так вот, на сегодняшний день, на мой взгляд, это уже позиция не ЗАГС собрания, а позиция моя личная. Но потом я попробую сказать, что мы будем какие меры предпринимать. Позиция моя личная следующая, что город не потянет два таких научных учреждения. Должны быть, безусловно, федеральные бюджетные учреждения. Это должно быть, безусловно, финансирование федеральное. Это должны быть федеральные программы. Это должны быть федеральные заказы, военные, гражданские, иностранные. Это всё должно быть комплексно решаться эти проблемы. На уровне города, я боюсь, что никто эти проблемы решить сам не сможет. С учётом там всяких санкций, которые будут запрещать нашим научным заведениям, заключать какие-либо контракты, это тоже проблема общегосударственной. И, на мой взгляд, рано или поздно, а надо, чтобы это было рано, решилась проблема передачи или организации на базе наших институтов, федеральных бюджетных учреждений. Безусловно, хотелось бы, чтобы это было два федеральных бюджетных учреждения, два юридических лица, сохранившие свои названия, свою историю, свои, извините, но торговые марки, сохранить свои коллективы. Так, чтобы это было, как оно планировалось и как оно в поручении президента указано. Да, в апреле месяце другого варианта не было. Вас можно было только взять как региональное учреждение, финансировать из бюджета Севастополя, но формально из бюджета Севастополя, потому что деньги все равно Москва дала, да, в виде субсидий и дотации, которые вам потом передавались. Но рано или поздно должно быть принято решение. И вот сегодня мы с вами пришли к тому, что очень много информации, дезинформации и, к сожалению, отсутствие полного комплекта информации, по которой можно понимать, что же происходит. Мы пытаемся понять, мы общаемся и с трудовыми коллективами, пытаемся выйти на руководство, разговариваем с правительством, нету цельной информации, куда, чего. Вот сегодня мы видим решение с ПТС. Я так понимаю, что в правительстве Российской Федерации тоже как-то однозначно решение не принято. Вот это вот изменение в устав, пока для меня лично непонятно с юридической точки зрения. Поэтому на сегодняшний день законодательное собрание Севастополя, еще раз повторяюсь, активно включается в работу по изучению ситуации. Законодательное собрание Севастополя будет работать со всеми. Если вы создадите координационный центр, скажем так, у нас координационный совет, и в Севастополе это очень важная организация в недавнем времени. Вот если вы создадите координационный совет, надо, чтобы мы с вами плотно работали, подключали правительство, чтобы проблема была как можно быстрее решена самым лучшим образом для сохранения вот этого огромного научного потенциала. АПЛОДИСМЕНТЫ однако в условиях, когда вы сами говорите о том, что управление образованием и науки не работало в этом правовом ходе, не могли ли вы, поскольку законодательное собрание является органом, либо индустрирующим, любое отношение к нашему городу и раннего значения, в ближайшее время, пока вы будете изучать, не нужно будет изучать, все-таки наложить мораторий на любые имущественные передачи, о чем вы говорили, делиться от Александра, и все дети общественные, вот именно наложить решение законодательного собрания в ближайшее время, пока вы изучаете, на то, чтобы наши имущественные и наши правовые то решения помогут. Тогда и губернаторы, и управление не смогут ограничить их активность в этом имущественном передаче. Я хочу сказать, что в Российской Федерации законодательный орган не имеет права решать никакие имущественные отношения, кроме законодательного регулирования этих вопросов. Все, что связано с законодательным регулированием на сегодняшний день, вы сами понимаете, что было сделано так, чтобы все, что касалось имущественно-земельных отношений, вопросы уже решены. Переходный период закончен, переданы полномочия определенным органам исполнительной власти принятия решения в связи с имущественными отношениями. Еще раз хочу сказать, что мы попробуем изучить эту ситуацию, посмотреть на вопрос, потому что я слышу информацию, что на сегодняшний день решается вопрос с созданием государственных бюджетных учреждений Севастока, не федеральных, местных, региональных, субъектовых. Если это так, то, видимо, это делается на базе имущества того, которое есть. Имущество из того, что было, будет передано автоматически, на мой взгляд, новому учреждению. Но еще раз повторюсь, мы этот вопрос сейчас постараемся как можно быстрее изучить. И очень просим ваших людей, ваш координационный совет, работать с нами в паре, чтобы мы могли получать эту информацию. Спасибо. Что-нибудь еще хотите? Пожалуйста, Сергей Владимирович Матышев. Доктор технических наук МГИ. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы два комментария. Первое. То, что мы победим, я не сомневаюсь. Но это накладывается на определенные обязательства. Потому что пройдет тот год, который нам обещан согласно постановлению президента. И что дальше тогда возникает? Опять что ли собираться? Нет, уже так не получится. Значит, мы за этот год должны сделать очень большие усилия для того, чтобы полностью интегрироваться в российскую структуру различной направленности. То есть наш институт изначально был флотский институт с решением задач флота. И уже сегодня очень большая работа сделана для того, чтобы интегрироваться в этом направлении. Подготавливаются два федеральных целевых проекта с таким расчетом, чтобы они вышли у нас на регулярное достаточно многолетнее финансирование по целому ряду мощных таких направлений с ведущими организациями России. И это, я думаю, задача каждого зала делом и каждого научного работника, который видит, что его направление может быть востребовано. Это первое. Второе. Значит, вот судя по той полемике, так что ли можно сказать, которая идет в интернет-ресурсах и так далее, граждане нашего города не знают о нашем институте, институтах, извиняюсь, очень, если не знают, очень мало. Безусловно, что-то делается. У нас очень хороший музей, мы на свои конференции приглашаем репортеров со славы Севастополя, телевидения, но этого мало. То есть так человек устроен, что вот ему сегодня показали, он посмотрел, да, все хорошо, ну и нормально, и через неделю забыл. То есть вот у нас должна быть создана некая такая колонка или блок, скажем, в интернет-ресурсе, значит, который говорит о том, что, значит, вот инновации в действии или научный Севастополь работает, действует, то есть это неважно. Суть такова, что там как минимум один раз в неделю какой-то научный результат, который имеет практическую значимость, который имеет выход за рубеж и хороший выход, он должен быть обозначен. Тогда нас будут знать больше. Все, спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, очень приятно, что вы сегодня присутствуете среди нас. Не знаю, знаете вы или нет, но Севастополь – это научная столица Крыма. И так именно было заявлено в Государственной Думе, и так нас принимают и воспринимают везде. И сердцевину этой науки составляют два крупнейших усиждения. Это, ну, Акелыцкого центра, скажем так, который еще недавно был в Национальной Академии Минопатрии. Это два самооставительных института, очень мощных. Например, наш институт биологии Южных морей – это крупнейшее гидробиологическое учреждение Европы. Поэтому ответственность должна быть и у вас, и у любого, так сказать, любой инстанции, которая будет принимать какие-либо решения, – ну, чрезвычайно. Я хотел бы, ну, не буду говорить много, тут сегодня прекрасно все рассказано, сказано, и вы, несомненно, в курсе того, что творится. Я хочу поднять вопрос один, может быть, не очень созвучный, о нравственности. Значит, мы переживаем, ну, можно сказать, революционный момент. Момент, где мы на грани. Либо мы перестанем существовать, либо мы останемся флагманом теперь уже российской науки, ахеологической науки. 905-й год начался, вы знаете, с чрезвычайно печального события 9 января, это, кстати, 110 лет назад. И во всем мире это событие отмечалось. Он породил очень много событий, это и восстание Потемкина, вы знаете, да? Но закончился этот год, подъем был революционный, очень похожий на то, что происходит сейчас. И закончился он восстанием крейсера «Очакова», которое, вы знаете, закончилось очень печально. И когда после расстрела «Очакова» матросы в платье добирались тех, кто уцелел там до берега, то по всему периметру Приморского бульвара, Павловского мыса, до нынешнего, так сказать, дворца детства и юношества, стояли солдаты, которые с пленкутыми штыками, которые закалывали штыками матросов, которые добирались до берега. И был только один островок, который этого не позволил. Это Севастопольская биологическая станция, которая во главе со своим директором, академиком Владимиром Заленским, вышла и не дала солдатам закалывать доплывающих матросов. Когда солдат замахнулся на матросы, Заленский, директор, академик, подставил свою грудь. Вот я хочу, чтобы в этой ситуации, в которой мы сегодня оказались, каждый из нас мог подставить свою грудь под занесенный над нами штык. Только в нашем единстве наша победа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Юрий Иванович. Ну, еще хочется... Нет? Ну, мы все поняли, что судьба наших институтов зависит от нашей позиции, нашей активности. Очень хорошо об этом сказал Антон Александрович. Поэтому мы предлагаем... У нас есть проект решения нашего собрания. Если вы позволите, вот я на экране покажу, чтобы всем было видно. Вот предлагается следующее решение нашего собрания. Первое. Поддержать предложенные помощником президента Курсенко и одобренные президентом Путиным шаги относительно реорганизации институтов как единственно правильные. Второе. Обратиться в Федеральное агентство научных организаций, правительство города Севастополя и правительство Российской Федерации с требованиями. Первое. Ускорить регистрацию наших институтов в качестве федеральных государственных бюджетных учреждений науки, обеспечив их соответствующим финансированием. Вот слово «их» там лишнее перед финансированием. Это проект. Второе. В случае неготовности Федерального агентства научных организаций регистрировать наши институты в качестве федеральных государственных бюджетных учреждений науки продлить существующий статус наших организаций на 2015 год с финансированием и скорректированного соответствующим образом бюджета города Севастополя. И третье. Рекомендовать сотрудникам МГИН БЮМ воздержаться от подачи заявления в приеме на работу в Институт природно-технических систем до решения вопроса о регистрации институтов в качестве федеральных государственных бюджетных учреждений науки. Вот предлагается такое решение. Наверное, нужно поставить на голосование, но мы не выбрали счетную комиссию. Но поскольку из выступлений, я так чувствую, мнение это почти единогласное, поэтому я предлагаю... что считаем, кто против. Кто против? Да, поправку. Либо федеральную, либо региональную. Можно добавить. Надо добавить на комитете. Нет. Если региональная будет зарегистрирована. Пожалуйста, предложение по очереди. Какое предложение первое? Да, где федеральная, еще добавить в скобках региональная. Где, в какое место? Александр Иванович, федеральный, либо бюджетный. А, да. Наверное, это правильно обычно, потому что иначе мы запутаемся. Давайте сначала попробуем принять вот это вот решение за основу. Кто за это решение, прошу голосовать. Засчитать очень трудно. Давайте, кто против? Кто воздержался? Ни одного, ни одной руки. Поэтому это решение принято за основу. Спасибо. Теперь прошу поправки. Ваше предложение. Значит, вот в третьем пункте, не только федеральное, если даже как региональное будет зарегистрировано. То есть предлагается рекомендовать сотрудникам ГИ воздержаться от подачи заявления о приеме на работу в ИПТС, но решение вопроса регистрации институтов в качестве региональных или федеральных государств. Так что ли? Да нет, федерального значения. Чемпиональный будет или федеральный, или федеральный. Федеральный сколько региональный? Да, или, или получше. Почему это значит? Да, чем это раз? Не ехать. Не надо, не надо. Пожалуйста, тише. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги. Практика, федерация не хочет забирать имущественные комплексы, которые официально еще закреплены за организацией статусом Украины. Российская федерация и там, в частности, хотят, чтобы мы все равно, пусть даже на один день, но стали государственным бюджетным учреждением города Севастополя. Тогда к ним, понимаете, они тогда чистенькие стоят. Никаких вопросов при передаче имущественного комплекса нет. Это нормальная позиция. Она очень адекватная и правильная. И она соответствует поручению. Валерий Николаевич. Ну, в принципе, заявление имеет смысл сейчас, потому что то, что федеральным структурам гораздо проще и комфортнее, чтобы мы прошли, или любая другая организация, вот этот этап региональный, то есть когда уже создается единственное... Да, это как первый шаг. В рамках, да, в рамках, чтобы это, так сказать, право, поле России. И это принимается на уровне региональном, ну, как бы это действительно кого-то, так сказать, освобождает от возможностей неприятностей. Вот. Но это их проблема. Понимаете? Сделать решительство в госсо-региональном уровне все равно в согласии с федеральными. Ну, поэтому ваше предложение оставить так? Оставить так. Да, конечно. Не говорится, он будет любым. А может быть, можно поймать, не знаю. Владимир Васильевич. Мне кажется, в третьем пункте два вопроса смешанных. Мне кажется, вот нужно, первое, рекомендовать сотрудникам воздержаться от... Подачи заявлений. Подачи заявлений. И все, точка. А вопрос о принадлежности, о перерегистрации, это нужно, то есть четвертый пункт. А подачи заявлений... То есть разбить, разбить это предложение. На отмече. Подачи заявлений труда. Может, я колхоз хочу подать заявление? Ну да. Не, ну так конкретизировать надо, все равно. Как это от подачи заявлений отказаться? Вообще? А четвертый тогда под... Ну, спорить за просто адрегистрации. Как это два. У нас уже есть. Тогда не надо просто... Не надо ничего делать. Вообще убрать. Не надо ничего делать. Значит, убрать. А, убрать. Убрать. Убрать на эфиренцию. Предлагается вот так вот оставить. Нет. Вот так, да? Да. Посажение в коалиционном центре. В коалиционном центре. Хорошо. Составивший человек. Подпилят каждую нас вину. Ну, вы знаете, коллеги, мне кажется, вот два правкома, они уже представляют собой коалиционный центр. Надо как-то... Надо как-то... Надо как-то... Закончить его. Набрать. Четвертая. Как состав керпичной церкви, да? Соскорить. Формировать. Конечно. Конечно. Да. Да. Я не знаю. А, что-то... Для решения чего? Для ускорения процесса. Для решения текущего. Хорошо. Это под правиль. А там отредактируют. Так? Да. Нет возражений? Нет. Давайте как выглядит. Так. Формировать медсёдный центр для... Дальше для ускорения решения вопроса. Ведегоря. Странный вопрос. 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 Это поминок. Есть еще? Есть еще предложение? Вот было предложено к уважаемому законодательному собранию о том, чтобы ходатайствовать со стороны наших институтов о моратории на период по переходу. Как я понял, это ответом господина Кулакина. Это не входит, да? Господин Кулакин. Мы обратиться можем. Я думаю, это правильно. Хорошо. Потому что, как Артур Александрович разъяснил, это критический момент для нашего существования. Вот тут речь идет о том, что наше обращение в ЗАГС может при определенных условиях породить уже в свою очередь обращение законодательного собрания депутатов как обращение, да? Обращение в ЗАГС это всегда хорошо, потом повышает рождаемость. Я хочу сказать, что вы обратились не только в ЗАГСобрание, в первую очередь в правительство, а в моратории на принятие любых решений в сфере имущественных отношений в двух консультациях. Правительство города Севастополь. Правительство города Севастополь. Собрание и правительство. Решение об имущественных решениях. Имущественных решений. Имущественных решений. Имущественных правовых. Это нужно не доставить. Ну примерно так потом, наверное... Приводит performances. Я хотела так собрать. Как правительство. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...